Экскурсию для московского гостя проводил глава Благовещенского района. На этом пустыре скоро появятся кварталы для пострадавших. Такие участки выделены в селах Волково и Чигири. Территорию уже размежевали, а в Чигирях заканчивают монтаж линии электропередачи. Подстанцию запустят в середине декабря. Тогда же и начнется строительство домов. По энергетике мы видим, что линия 10 кВт подведена. Сейчас подходит оборудование, чтобы установить трансформаторную подстанцию. Там все современное, по всем требованиям, согласовано с энергослужбами. Вот здесь сейчас идет монтаж осветительной линии. Здесь будет освещена территория. Ну и потом индивидуально каждому участку. Средства на инфраструктуру выделяет федеральный бюджет. Сами дома построят на деньги, собранные на телемарафоне, всем миром. Петр Шепин, коммерческий директор Первого канала, приехал убедиться. Территория под новое жилье есть и площадки уже готовятся. Главное отличие от других регионов. Хабаровского края и Еврейской автономной области быстрые темпы работ. В других регионах тоже хорошие участки. В других регионах существует больше проблем с готовностью и с их готовностью к немедленному старту строительства, к максимально скорому переселению людей. Дома будут возводить из СИП-панелей. Это пожаростойкая и водостойкая фанера с утеплителем. Чтобы дом зимой не повело, будут вкручивать сваи на глубину промерзания почвы и соединять конструкцию металлической стяжкой. Но пострадавших пугает такая быстрая технология. Многие хотят капитальные дома. Если строить их, новоселье раньше мая следующего года пострадавшим отпраздновать не удастся. Поэтому людям предлагают другой вариант на выбор. Дело в том, что клееный брус сейчас тоже технологически быстро возводимое жилье. Потенциально подрядчики нам обещают дома что из панелей, что из клееного бруса. Вот здесь именно каркас дома за 6-7 дней. Мы хотим поставить здесь образец дома, и он уже на следующей неделе будет, чтобы люди могли подойти и посмотреть. Тогда принес решение. Дома обещают от 33 до 90 квадратных метров. Образец из СИП-панели уже через неделю поставят Волково. Переселенцы смогут проверить его на обещанное качество. А Петр Шепин уверяет, теперь его визиты будут частыми. Первый канал будет контролировать, куда направляются деньги, собранные всем миром. Анастасия Носкова, Оксана Руденко, Кирилл Захаров, Альфа-Новости.